Друзья, всем привет! Последнее время меня беспокоит тема вентиляции загородного строительства. Недавно на моем канале уже выходил ролик на подобную тему. Если кто не посмотрел, ссылку на него я оставлю в описании. В общих чертах этот ролик рассказывает о том, что такое вентиляция загородного дома, какая она бывает, принудительная, непринудительная. Сегодня я хотел более углубленно поговорить на эту тему, а в частности рассказать вам про оконные клапана. Недавно у нас в Москве проходила строительная выставка Мосбилд, на котором различные строительные компании выставляли свои стенды, в том числе выставляла компания Вилпа, которая занимается профессиональной вентиляцией загородного дома. И с Екатеринбурга прилетел технический специалист по оконным клапанам. Я задал ему некоторые вопросы, что такое оконные клапана, какие они бывают, обмерзают они там и не обмерзают. Он мне постарался честно на них ответить и, соответственно, если кого-то эта тема интересует, то приятного просмотра. Всем здрасте, зовут меня Николай Чуркин и сегодня видео покажу, расскажу и развею мифы о оконных приточных клапанов. Пойдемте на стенд. Так, друзья, первый стенд это с приточным клапаном Invisivent. Устанавливается он только при изготовлении окна, то есть сама высота конструкции, она уменьшается порядка 6 сантиметров. То есть в уже смонтированное окно его не установить. К примеру, здесь в миниатюрном, так сказать, виде сделан портал, что сейчас модно, выходом на террасу, на участок. И клапан, он идет во всю ширину. То есть для удобства мы его поделили на две части. То есть если условно вам одной части притока не хватает, у вас есть запас по мощности. Типы открываний их у нас три. Третий вид он не показан. Первая, которая идет в стандарте, это шнурок. Открывается, закрывается. Вторая, это штанга. Третий вид, третий вид он, это электромотор идет. Но это уже заказная позиция, стоит порядка, наверное, 300 евро, ну по курсу. Вот. Следующий пункт про обмерзание оконных клапанов. Если система вентиляции, про которую рассказывал мой коллег Владимир Валыгин, не работает, то тут не только оконный промерзнет, но и стеновой. То есть если система вентиляции работает исправно и желательно, и очень желательно, что она механическая, а не естественная, то проблем с клапаном не будет. Второй пункт, который еще вызывает недоверие, это вид клапанов. Потому что оконные клапана ассоциируются с таким, так сказать, дешевым сегментом, там, условно, где-то удаляется, там, кусок резины, резино-технического изделия. Вот. Но такой клапан не может обеспечить нормальный воздухообмен. То есть мы знаем, минимум, минимум на человека надо 30 кубов. Поэтому наши клапана, компании Вилбе, они производительные, они эстетичного внешнего вида. Еще, наверное, так часто спрашивают, не будет ли из него дуть. Нет, не будет. Во-первых, он находится на высоте в среднем всегда от двух метров, а то бывает и выше. То есть сейчас оконные приемы, они большие. А два метра, это как раз-таки рекомендованная высота установки даже стенового клапана, в том числе оконного. То есть воздух у нас заходит в помещение, в верхней части он находится. В любом случае у нас в доме происходит конвекция с помощью теплых полов, радиаторов. То есть воздух, он постоянно-постоянно находится в движении. Соответственно, холодный воздух, я сам живу на Урале с оконным клапаном, но только с другим мы поговорим о нем чуть позже. Дискомфорта абсолютно не доставляет. Потому что здесь все-таки ограниченное количество воздуха попадает, нежели чем через открытое окно. Покажу, как он выглядит внешнего вида. На внешнем виде это у нас наружная часть. То есть она может также закрыться там четвертью, условно там из кирпича. Есть еще вариант поставить алюминиевую решетку, чтобы его вообще не было видно. Виды клапанов тоже бывают разные. Все зависит от задачи. То есть, условно, стандартный клапан, он шириной 82 миллиметра. Также есть клапана шириной 179 миллиметров. Принципиальная разница это в шумоподавлении, в звукоизоляции клапана. То есть если, условно, у вас квартира и над ней летают самолеты, то и требования к шуму совершенно иные. Павел, хочу показать, есть такая уникальная вещь у этого клапана. Это ограничитель потока воздуха. То есть при правильно работающей вентиляции, то есть мы удаляем воздух механический. Есть еще такой фактор, как порывы ветра. Условно, если воздух сильно будет дуть, то эта шторка, она будет призакрываться. То есть ни сквозняков, ни шума не будет создаваться в помещении. Но так как ты занимаешься именно малоэтажным строением, да, то есть здесь именно фактор ветра. Для высотных зданий тоже очень важно, где ветровая нагрузка в разы больше. Эта вещь тоже работает. Перейдем к следующему клапану. Это клапана, которую нужно устанавливать до монтажа окон. Обязательно, да. Надо сразу проектировать, да, по идее? Да, да. То есть при разговоре с клиентом, да, ему надо показать это видео, показать, что есть такая возможность. И при заказе оконных конструкций он просто уменьшает его высоту на 6 сантиметров. Далее клапана монтируются и уже вместе с окном, вместе с окном они монтируются в проем. Все. То есть даже в зимних регионах можно устанавливать, да? Да, есть, вот уже объект реализуется в городе Санкт-Петербург. Это ЖК Петровская доминанта. Многоквартирный дом и в каждом чистом помещении, да, а клапана ставится в каждое чистое помещение. Напоминаю, это спальни, это гостиная, это условно тренажерные залы. И вот в этом доме в каждой квартире будет установлено именно по такому клапану. Цвета могут быть по всему каталогу РАУ. То есть, к примеру, там у них снаружи серый графит, а изнутри цвет, если мне память не подводит, 7006. То есть все индивидуально подбирается. Также здесь может стоять фильтр, но фильтр я покажу на другом клапане. То есть его можно снимать, мыть. Вот это клапаны, это то же самое, что вот это? Да, да, да. Они снаружи и изнутри, они одинаковые. Меняется только само тело, само тело по толщине. Вот, к примеру, недавно заявка была, где толщина, сама толщина оконной конструкции составляет 149 мм. Это довольно редкость. В основном применяются 70-е системы, 80-е. А тут, видимо, такой эксклюзивный заказ. Но под любые задачи мы можем изготовить клапан. Второй вид клапана, он называется AR-75. 75 это от его высоты, он составляет по ссылке в описании. Я оставлю, Павел, оставить видео на монтаж данного клапана, AR-75. У него есть такая возможность, если у вас окна уже смонтированы, уже давно стоят, и вы не хотите делать отверстия в стене для приточного клапана, вы можете просто заменить стеклопакет и изготовить новый. Только для этого необходимо знать толщину самого стеклопакета и ширину. Далее там уже, как на видео показано, он условно вкратце скажу, одевается и вместе со стеклопакетом устанавливается. Вот с таким клапаном я живу, то есть увидите мое видео. Проблем никаких, да, нет? Проблем никаких. Единственный момент, в зимний период времени обязательно, обязательно наличие конвектора, радиатора, то есть теплые полы, как зима показала, не справляются. Не справляются. Да, то есть мы компания открытая и условно признаем свои факапы, потому что бытовая вентиляция вообще в России в принципе она не развита. То есть в зимний период времени у меня здесь происходило такой небольшой нарост льда. То есть эстетически он может смущать, согласен. Какая температура была? Минус 35 у нас держалась. Если минус 20 градусов будет лед? Он есть, но небольшой. Опять же таки я провел испытания, у нас в компании есть тепловизор, я с работы принес электроконвектор, он правильно называется, Балу на полтора киловатта. У меня клапан стоит под балконной дверью, то есть никаких обогревающих элементов у меня в принципе нет. Я поставил туда конвектор и испытания показали, что клапан вполне работоспособный. Да, при сильных температурах есть такая небольшая полосочка льда. Это с конвектором? Да. Но опять же таки есть в законе такая сублимация, то есть когда лед переходит в газообразное состояние, то есть у вас не капает никуда на пол там вода, при том, что когда лед тает. Такого нет, просто она испаряется. И все в принципе с этим жить можно, но я скажу так откровенно, две недели в году потерпеть можно. Вот и все. То есть вот такое интересное решение. Эти клапаны они более производительные, нежели чем... А если батареи нету? Если батареи нету, то тогда лучше поставить стеновой. Скрипя зубами, либо опять же таки все зависит от климата. Если это у нас Московская область, климат все равно поприятнее. У нас на Урале до сих пор снег лежит, а у вас его нет. То есть в Московской области я думаю... То есть грубо говоря, кроме того, что здесь будет образовываться лед... Он на дефлекторах чистый. Дефлектор. Да, а именно в таких холодных зонах застойных, там все-таки полоска как бы есть. Но опять же, это при минус 30. То есть мне кажется на любых клапанах возникнет... Ну я понял, это самый единственный косяк, да, больше нету? Ну я не зову это не косяк, это просто как бы... То, что не надо отрицать, как бы чудес не бывает. То есть в природе вообще не может быть оконный стеновой клапан, которого тут ничего бы не образовывалось, да? Да, ну в любом случае что-нибудь, да, образуется. Потому что даже исходя из наших, да, рекомендаций, то, что обязательно должна механическая вытяжка, у нас у всех параметры разные. Вот, к примеру, когда я там жил в однушке, да, у меня стоял вот этот оконный клапан, и у меня полоска льда образовалась. Ну, извините, нас двое человек, и мы постирали вещи, и у нас... Как это? Большая влажная, да? Сушилка, да, 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 она прямо посреди комнаты стояла. Ну, 27 квадратов, места особо нет. Конечно, то есть факторов много, но надо просто быть морально готовым. И даже сейчас клиенты, которые у меня покупают на Урале клапана, да, это обязательный, рекомендательный характер на наличие под клапаном радиатора, да, отсутствие теплых полов. Ну, естественно, я в открытую предупреждаю. Возможно, но не точно. У нас есть объект в Челябинске, где теплые полы, где есть такая проблема, но мы признаем свои ошибки, мы открыто ко всему относимся. Мы просто компенсировали клиенту стеклопакеты новые и поставили стеновые клапаны. Система у него адаптивная. А с этим клапаном тоже такая может быть, да? Нет, с этим клапаном он уже такой более защищенный, то есть здесь, здесь, вот это вот, я сейчас сниму, он как конструктор Лего разбирается. Здесь есть именно… А, конденсат-отводник, да? Ну, он не конденсат-отводник, это такая зона утепления, потому что это все равно алюминий, алюминий, то есть довольно-таки холодный. И вот чтобы тут вообще было все гарантировано, компания RENSO, она эту часть, она утеплила, утеплила. Вот. То есть с этими клапанами такого нет, правильно? Такого, такого нет, нет. То есть они, так сказать, застрахованы. А с этими клапанами такое и есть. Да, но есть, есть, да, Лядя. То есть если, грубо говоря, мне нужно… Я просто на себя тоже проецирую, я буду скоро себе ставить окна, и если я поставлю такие клапана, то про конденсат не можно особо… Про конденсат можно забыть при условии, Павел, если у тебя, если у тебя установлена механическая вытяжка, а не естественная. Механическая, хаусбокс, я думаю. Да, либо хаусбокс, либо вентилятор. Почему не естественная? Потому что она нерегулируемая. То есть мы не можем ей управлять. Там все законом природы и подлежит. И если у нас холодно на улице, тепло внутри, тогда, да, она работает, возможно, с избытком. Если у нас плюс 20 дома и плюс 20 на улице, то термической тяги нет. То есть кто-то еще говорит, высота столба, но в малоэтажном строении она незначительная. Ну, 8-10 метров. Николай, вот смотри, такой вопрос. Ты вот начал наблюдать на вот этом клапане. Такой же, да, клапан? Да, 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 да. С каким минусом начинает проявляться вот этот вот конденсат или как это, замерзание? От какого градуса? Слушай, Павел, я на самом деле хотел поставить камеру в таймлапс, чтобы это понять, потому что он у меня за шторами стоит. И каждый раз бегать к нему я, ну... Я помню. Да, 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 то есть он образовался, он жить не мешает. Ну, я так по практике скажу, условия где-то при минус 27 уже открываешь, а там уже такая, ну, полосочка такая. А у вас в Екатеринбурге сколько по времени минус 27 идет? Ну, месяц от силы. Ну, да, это зима, это зима, она как бы, она показала себя. Опять же, я всегда звоню своим клиентам, беру обратную связь, потому что если проблема эта случилась у меня, я переживаю за своих клиентов. У других, у кого стоит радиатор, радиатор, все нормально. И, кстати, интересный факт, первый клапан вообще появился в Ижевске. Вот, и люди уже, там система ШУКО с данными клапанами, они уже 10 лет живут и все хорошо. То есть, опять же, Павел, условий очень много. Какой образ мы жизни ведем? Если там у нас, там, очень много увлажнителей, или как я сушу вещи как бы посреди комнаты, ну, конечно, конечно. То есть, тут любой клапан оберзнет. А так, мы открыто к этому относимся и пытаемся разобраться во всех ситуациях. Благо, благо, их не так много. Еще интересный факт по поводу того, что из клапана дует. Я делал аналитику, условно, на Урале, только на Урале, на Уральском регионе, было продано порядка, там, 300 приточных клапанов. Стеновых были и оконные клапана. Никто за зиму не позвонил и не сказал, я замерз. Ну, вот, как бы это подтверждение. В Финляндии, насколько мне память не подводят, в год продается 25 тысяч клапанов. В Финляндии климат такой же, да? Ну, если северный, то да. Если северный, то да. Вот. Комфорта, действительно, не создают. Еще такой интересный момент, если там от клапана дует, условно, то есть, 30-60 кубов-80, да, там, на помещении, они не смогут выхолодить. Если уже какая-то проблема случается, но там надо копать глубже, то есть, смотреть уже систему отопления. Были, были моменты, да, ребята там уже, кто отоплением занимается, все переделали. Вот. И вообще, систем, интересный факт, система отопления, она уже по умолчанию рассчитывается на инфильтрацию воздуха. Умное слово, на приток воздуха, на поступление. То есть, это еще вторая ее задача, подогреть холодный уличный воздух. Вот. Пишите, пишите вопросы, это будет повод для следующего видео. Надеюсь, на все ответил. Смотрите ссылки в описании по установке данного клапана. Павел, спасибо. Вот так вот, друзья, честно про оконные клапаны, поэтому, если какие-то вопросы, пишите. Все, всем пока. Спасибо.